Смоленская АЭС Экологические акции «Зеленая Россия» и «Лес Победы». Открытое первенство Смоленской АЭС по гребле на лодках «Дракон». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». «В работе 32 энергоблока, в ремонте 6 энергоблоков, фактическая выработка 26 270 мегаватт». О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. «В работе 3 энергоблока с суммарной мощностью 3049 мегаватт. Блок номер 1 24 сентября в 22.34 включили в сеть турбогенератор номер 1, 25 сентября в 12.16 турбогенератор номер 2». За 27 дней сентября энергоблоками Смоленской АЭС выработано 1,3 миллиарда киловатт-часов. С начала года выработка составила более 15,7 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 221 миллион. Радиоационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС состоялась партнерская проверка Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции. 17 экспертов с богатым опытом в атомной энергетике Ирана, Белоруссии, Армении, Болгарии и России выясняли, как обеспечивается безопасная и надежная эксплуатация по 19 областям деятельности – функциональным, фундаментальным, общепроизводственным. На итоговом брифинге они заявили об успешном завершении комплексной оценки по международным стандартам. Две недели эксперты во главе с руководителем команды Анатолием Зинченко определяли степень соответствия деятельности нашего предприятия лучшим стандартам мировой практики, описанным в документе Всемирной ассоциации производственные задачи и критерий их выполнения. Чтобы сделать выводы, они изучили проектные основы Смоленской АЭС, посещали энергоблоки и общестанционные объекты, анализировали документацию, проводили интервью со специалистами, наблюдали за работами, занятиями оперативного персонала на тренажёре. Параллельно оценивало состояние культуры безопасности и выполнение рекомендаций из отчётов ВАО АЭС о значительном опыте эксплуатации. Часть сведений была получена ранее, в ходе апрельского предвизита. Тренд, тенденция станции положительный. То есть с каждым годом, даже за последние полгода мы здесь были на привизите, мы увидели, как меняется в лучшую сторону. Это основной итог. Мы здесь также определили несколько положительных практик, которые мы обязательно распространим. Есть практики первой категории и второй. Первая – это распространяется по всему миру, а второй категории – это аналогичные типы реакторов. Поэтому вторую категорию, пять практик, наверняка с удовольствием возьмут такие станции, как Курская и Ленинградская. Ну а первую категорию мы выставим на сайт для того, чтобы с ней ознакомилось мировое сообщество. Передовые практики отмечены в направлениях технического обслуживания и ремонта, производственной безопасности и охране труда, опыте эксплуатации, инженерно-техническом обеспечении, радиационной защите. Резервы для улучшения эксперты увидели в программе обходов и наблюдений за работой персонала, системе мониторинга технического состояния оборудования, практике анализа сведений и прочее. Эффективность организации и выполнение корректирующих мер по этим областям определит повторная партнерская проверка в 2023 году. По поводу Смоленской станции. Вот за время пребывания я хочу сказать, «А. Высокий профессионализм. Б. Это общие цели и задачи. И В. Это коллектив-команда». Очень ровная, спокойная деловая обстановка на Смоленской атомной станции. Смоленская АЭС готова к работе в осенне-зимний период. К такому выводу пришла комиссия концерна «Росэнергоатом» по итогам проверки, которая прошла на площадке атомной станции. В состав комиссии, которую возглавил главный технолог Департамента контроля безопасности производства «Росэнергоатома» Евгений Швецов, были привлечены высококвалифицированные специалисты Молоковской атомной станции. Подобные проверки проводятся эксплуатирующие организации ежегодно. Их цель – оценить полноту и качество реализации мероприятий, направленных на обеспечение надёжной и бесперебойной работы АЭС в период несения максимальных нагрузок, выполнения заданий по отпуску электрической и тепловой энергии. Члены комиссии оценили готовность основного оборудования инженерных коммуникаций, тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок, электро- и гидротехнического оборудования, подвижного состава, а также зданий и сооружений, провели наблюдения за выполнением производственных операций, беседы с персоналом и анализ эксплуатационной документации. Также они приняли участие в противоаварийной тренировке, в ходе которой отрабатывались действия персонала в условиях пониженных температур и экстремальных погодных ситуаций. Акцентировалось внимание на тех объектах, которые напрямую завязаны на снабжении теплом сначала города, а потом самой станции. Потому что подача тепла от станции к городу – это критически важная задача. Станция готова к несению нагрузки в осенне-зимний период. И проверка показала, что станция подготовлена на высоком уровне. Комиссия будет рекомендовать генеральному директору концерна «Росэнергоатом» выдать Смоленской атомной станции паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. 24 сентября десногорцы собрались на Кургане Славы, чтобы почтить память тех, кто погиб, освобождая смоленскую землю от фашистских захватчиков. Работники Смоленской АЭС, жители Десногорска, представители предприятий и организаций города возложили к братским могилам и монументу цветы и венки под звуки военных песен. Город атомщиков – самый молодой город Смоленской области, но его жители помнят и чтят историю земли, на которой живут. В канун знаменательной даты смоленские атомщики приняли участие в 14-й межрегиональной вахте памяти поискового движения концерна «Росэнергоатом». Поисковиками были подняты останки 37 красноармейцев, найдено 4 солдатских медальона. Один из них прочтен. Вахта памяти объединила 7 поисковых отрядов атомных станций России из Удомли, Балакова, Соснового Бора, Нововоронежа, Волгодонска, Полярных Зорий и Десногорска. Более 60 поисковиков. От Смоленской АЭС в экспедиции приняли участие 9 бойцов отряда «Обелиск». Раскопки проводились в районе города Ржев Тверской области. 100 молодых клёнов и лип теперь украшают территорию между школой номер один и детским садом «Чебурашка». Новая аллея – результат совместной работы городских учреждений, организованной администрацией Десногорска в рамках экологических акций «Зелёная Россия» и «Лес Победы». Их поддержали сотрудники и ветераны Смоленской АЭС. Как сообщили в администрации Десногорска, инициатор обеих акций в масштабах страны – экологическое общественное движение «Зелёная Россия». Одна направлена на заботу о природе, а вторая – ещё и на сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Как отметила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Анастасия Сидорова, Смоленская АЭС круглогодично вовлечена в сохранение экосистем в регионе расположения, направляет значительные средства на природоохранные мероприятия, реализует экологические проекты и всегда присоединяется к общероссийским, областным и городским волонтёрским акциям. «Сегодня мы приняли участие в акции «Зелёная Россия». Высадили десятки деревьев на территории между первой школой и садиком «Чебурашка». Через несколько лет здесь зеленеет сад из либ и кленов». Активисты ветеранской и молодёжной организации Смоленской АЭС тоже не остались в стороне от доброго дела. «Традиционно наша организация принимает участие в подобного рода экологических акциях и сегодня мы не остались в стороне, даже несмотря на дождь и прохладную погоду, всё равно это для нас праздник, потому что это делает наш город зеленее и уютнее». 25 сентября состоялось открытое первенство Смоленской АЭС по гребле на лодках «Дракон», посвящённое дню освобождения Смоленщины. В этот памятный для Смолян день в акватории Десногорского водохранилища спортсмены соревновались в заездах на дистанцию 500 метров и круговых гонках на 1500, 2000 и 3000 метров у женских, смешанных и мужских команд соответственно. На короткой воде среди женщин победитель «Московский дракон», среди мужчин «Атом», город Десногорск. Микс команды победитель «Атом». В круговых гонках у женщин победила команда «Московский дракон», у мужчин не было равных к десногорской команде «Атом». Завершили соревнования круговые заезды «Микс команд». С трёхсекундным отрывом выиграл «Атом». Поздравляем победителей и призёров с хорошим выступлением, а также всех спортсменов с окончанием сезона. «Нам нравится, это великолепное тёплое озеро, такой гостеприимный приём, и вот это вот даже солнце отодвинуло все тучи на какой-то неопределённый срок, хотя и обещали дождь. Но нам очень нравится здесь, очень. У вас всё прекрасно и замечательно, и тепло, и обстановка, и организация очень хорошая». «Регулярно, уже несколько лет приезжаем сюда, гоняемся с переменным успехом. Соревнования в Десногорске всегда осенью проходит. В основном погода холодная, но на воде жарко». 2 октября на акватории Десногорского водохранилища состоится первый международный заплыв на открытой воде «Иксвотерс Нуклеер». Планируется участие 200 российских и зарубежных пловцов, в том числе атомщиков. Соревнования будут проходить на дистанциях 1, 3, 5 и 10 километров. Официальное открытие соревнований состоится 2 октября в 10.00 на городском пляже Десногорска. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках в Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова